Илья Усов забрасывает после передач Криса Тирни в меньшинстве. Против Шен на точке. Игра у нас началась. Сразу же Волков шайбы завладевает. Энс пытается ее в зону вбросить. Интересно посмотреть на начало и посмотреть в целом на первый период. Город на соперника в формате 5 на 4. Также и в формате 5 на 3. Гутик получил шайбу на правом борте. Отдал Соляникову. Тот бросил с кистей. Но совсем-то не опасно было для Андрея Тихомирова. Он спокойно шайбу ловушкой вылавливает. Одно очко за передачу. Вот здесь бросок. Как раз вправо. Кругов брасный. Бросает Дилан Дюбе. Но прям в упор Василию Демченко. Шайба летит. Демченко справляется. Волков располагается рядом. Отскок. И может получиться атака. Пятьков. Заехал. И далее вот так с неудобной стороны. Ворота. Как шайбу сейчас отправил Петухов. И предательски она перескочила через крюк игрока Динамо. И Аркадий Шостаков уже тут как тут. 1-0. Становится счет в пользу Адмирала. Не знаю, задумывал ли так Петухов. Очень вряд ли. Но в итоге это заброшенная шайба. И Гвозди открывает счет в этом матче. Явно и не ожидал такого отскока Андрей Тихомиров. Но он случился. Мы Шостакову поздравляем. Это его вторая заброшенная шайба в этом сезоне. Адмирала в заброшенной шайбе. Поучаствовал здесь. Может быть интересно. Два в одного выход. Гутик до последнего держит паузу. И здесь мы отметим сначала со знаком плюс Джордана Гросса. А затем уже со знаком минус. Да, низ он перекрыл. Не позволил Гутику эту передачу дать. Но затем взмахнул клюшкой и попал прям по коньку Гутику. И игра возле борта. Как раз его сильная сторона. Передача на пятак. И шайба скакала сейчас. Но момент-то какой. Борико не реализовал его. Но справедливости ради стоит отметить, что и очень трудно. Там было шайбу обработать. Либо же хоккейной перчаткой тут. Как вам угодно. Момент может быть у Муранова. Бросок от Ивана. Но здорово выкатывается. Андрей Тихомиров. Подзона. Бросок с правого борта. И вот здесь еще добивание штанга. Штанга ворот Василия Демченко после броска Александра Волкова. Милош. Возле борта с Гутиком. 3-2-1. Первый период у нас завершается, друзья. Со счетом 1-0. Аркадий Шестаков. Автор единственного гола в этом периоде. На отметке 6-30. В итоге первого периода уже такой неприятный гол пропустили. Ну да. Курьезный гол получился. Неудачный отскок. Но ничего страшного. Есть два периода. Еще продолжаем нагляднуть свою линию. И достигнем того, что хотим. Если в прошлом матче у Динамо была беда с большинством. Сегодня решили удаляться сами. Вот не получается, чтобы все было ровно. Где-то команда проседает. Ну где-то проседает. Раздаясь столько удалений. И надо исправить этот компонент. Сейчас в раздевалке поговорим с парнями. И выйдем на второй период более сконцентрированы. Еще по шайбе записывали на свой счет. Отличный бросок от Дюбе. Но шайба на крюк не легла. И пошла немного не в том направлении, в котором задумывал канадец. Расположить венчане. Шибачев под ворота. Мороз. Ух ты, что исполняет. С места из-под ноги в ближний угол. Решил отправить шайбу. Дюбе. И на один. Минск арена ликует. И все началось как раз с этого момента, когда Джошуа вдруг в прыжке крага и шайбу оставил в зоне соперника. Далее была еще борьба. Но показывают нам правда Борикова. Неужто все-таки он там постарался. Казалось мне, что именно Усов на пятаке добивал. Но нужно смотреть повтор. Вот можно как раз Усов сначала добил, а потом Бориков. Около пяти минут. На втором периоде мы с вами посмотрели бросок. Оценили у нее опасно было. И этот бросок наносил Ксавье Воле. Но Кутик там насколько бы техничным не был. Троих на месте бы не обыграл. Тирни. В центр бросок в исполнении Куслистова. Так тут еще и Усов добивает. Бросил Куслистов. И вот так Куслистову. Здесь шайба отлетела. Хороший момент был. Илья Усов сегодня одной голевой передачей уже отметился. Усов минский воспитанник. Прошлые два сезона он провел в фарм-клубе Тампы. Гросс. Включает ноги Джордан Гросс. Направо отдает. Сэм Энесс. Обогнул ворота. И подключил Пинчука. Бросок и гол. 2-1. Виталий Пинчук. Пятая шайба в этом сезоне. И казалось бы вроде блокировали бросок Виталия Пинчука. Но он все равно получился. Так еще и шайба за спиной Василия Демченко оказалась. 2-1. Минская Динамо выходит вперед в этой игре. Снова на ногах Минск-Арена. Празднует заброшенную шайбу своих любимцев. Дюбе. Шипачев. Накатывается Энесс. И только в последний момент не получается у него бросок. Но добивание будет. Шайба у Демченко. Потерял равновесие Энесс. Уже на коленях. Интересное нахождение именно этого парня. При реализации лишнего. На дальнем пентаке он располагается. Здесь бросок от Энесса. Это всегда опасно. По лицу попадает Пинчуку. Гарман будет наказан. И 5 на 3 формат. Там сразу же шайбу отдают. И здесь 2 или 4 минуты. Вот в этом вопрос. Так, на первый взгляд кровь не было видно. Хотя Пинчук все-таки пытался что-то показать. Энесс. Оле. Гросс. Шипачев. В ближний угол пытался Вадим Шипачев отправить шайбу. И здесь пытается сразу закопать ее минчане. Но Демченко ее фиксирует. Налево. Оле низом на подправление Волков. И вроде кисти жестко поставил. И шайб подправил. Но в сторону не пошла. Еще бросок. А вот это уже гол. Оле одна бросила от синей линии. И шайба попала, по-моему, Виталия Пинчука. Нужно будет смотреть повтор. Но то, что динамовцы забили в большинстве. Это определенно груз в плеч. Гарман остается в трофном боксе. Потому что на момент гола заканчивались только первые две минуты удаления словацкого защитника. Минута 45 еще есть. И если удастся сейчас еще одну забросить, то, конечно, этот момент в матче может стать переломным и определяющим. Посмотрим. Тирни на Дюбе. Снова Тирни обратно на Дюбе. И вот здесь. Да, это гол. 4-1. И крест Тирни. Вот теперь точно добро пожаловать в континентальную хоккейную лигу. Забивает Тирни первый гол в КХЛ. Делает это в большинстве. И делает счет 4-1. Не особо заметен был Тирни в первом матче. Ну а что вы думали? Нужно в любом случае время для адаптации любому игроку, какой бы опыт у него не был. А опыта у Тирни невероятно много. 10 секунд до конца периода. И, вероятно, если только сейчас Тарковкин-то чудом не отберет. Извиняюсь, это Павел Шен. Если бы он не отобрал Оле Шайбу, тогда можно было чего-то ожидать. Но все-таки нет. Нет. Аркадий, вот очень хочется от вас в итоге этого периода услышать все, что сейчас происходит с командой. Как будто отдали инициативу во втором периоде. Мало движения показали. Соперник в два раза больше движения показал. И больше владел шайбой. В первом периоде у нас, я думаю, что у нас больше моментов было и владение шайбы. А во втором мы отдали инициативу. Шипачев. Еще с одной передачей за ворот уже в сторону Дилана Дюбе. Который сегодня набранным очком отметился. Но ассистировал при этом Крису Тирни. Шипачев еще раз в ближний угол. Передача на синюю линию. Солянников с кистей бросает. И тут рикошет снова можно добить. Удаление будет у Минского Динамо за толчок клюшкой. Милош будет наказывать, насколько я понимаю. Но вот в очередной раз связка Петухов-Шестаков. В первом, напомню, сразу три попытки было у Владивостокской команды. Здесь шайба вышла в среднюю зону. Крестирни стабильно в меньшинстве на льду появляется. Это может быть интересно. 5-1. Илья Уса. Тихомирова забрасывает. После передачи Криса Тирни в меньшинстве. Это делает. И уже доводит. Счет в матче до достаточно крупного. Плюс 4 у Минского Динамо. Но и как же с кистей попадает сейчас Илья Усов. В ворота пробивает. Илью Коновалова. Хеттрика не было. Но вот здесь момент как раз у Анаховского вторым темпом добивает Ручкин. Еще шанс. Шайба скачет. Но все-таки за спину Тихомирову не падает. Никиту Зайцева из СК также можно. Все. Слова я уже не выговариваю под конец. Здесь бросок. Гол. 6-1. Становится счет. И теперь это уже приговор для Владивостокского адмирала. От синей линии шайбу в ворота отправляет, если я не ошибаюсь, Джошуа Брук. И помимо того, что первые очки в континентальной хоккейной лиге он сегодня набирает, так еще и первую шайбу Джошуа Брук теперь тоже мощнейший бросок от синей линии. При этом прямой бросок. Хоть команда идет на второе поражение подряд, но домашняя серия была неплохой. Фьоры здесь в сторону. Да, это гол. 6-2. На пятаке Дмитрий Завгородний сориентировался и четвертую шайбу в этом сезоне на свой счет записал. Родвулт и Фьоры будут у него в ассистентах в полном составе. Эта тройка в этой шайбе поучаствовала. Изначально бросил Фьоры. Родвулт добивал. А далее уже Дмитрий Завгородний. На пятаке оказался. Общий счет, кстати, подравнялся. Выгрили на точке. 32-31. Пользу адмирала. Оле, нагроз. Огроз потрясающий на Энесса. Надо забивать Сэмэна. Семь-два делает счет. И четвертое очко сегодня набирает. Энесс сегодня еще не забивал. Но теперь и это делает. Но я в первую очередь хочу отметить, какую потрясающую диагональ увидел Джордан Гросс. Абсолютно один на леом круговбрасывания находился Сэм Энесс. Друзья, Ксавье Оле сегодня 25 минут на площадке провел. 29 смен за матч. Невероятно. Носливость. Этого защитника. И как раз именно в последней заброшенной шайбе Оле отметился голевой передачи. И все. Сирена, которая оповещает нас об окончании этого матча. Минская Динамо. В родных стенах громит. Владивостокский адмирал со счетом 7-2. Болельщики довольны. Поздравляю. Вот такой игры вы хотели от команды. Результативной, конечно, победной. Да, хорошая игра. Я думаю, что меньшинство. Здорово сыграли. Все-таки первый период чуть-чуть в движении выступали. Нахватали много удалений. Парни выстояли. Но и в большинстве прорвало. Забили в большинстве. Гол в меньшинстве такой удалась сегодня игра нам. Во втором периоде не было ли ощущения дежавю, когда снова формат 5 на 3? Примерно по времени такое же. Ну, есть с чему расти. Согласен. По личностям спрошу. Крис Тирни по прошлому матчу, наверное, еще не о чем было говорить. Сегодня отличился. Для встречи ему это понадобилось. Адаптируется потихоньку. Ну, мы и брали этого игрока. В общем-то, понимали, какого он уровня хоккеист. Но опять, ребят, первая игра и вторая игра только начало. Ну, мы как бы так скромно его поздравим. Но ждем, ждем. То, что мы ждем, то, что мы ожидаем, мы будем ждать от него еще. Несмотря на то, что в клубе достаточно легионеров, во все равно белорусы сегодня забрасывают усов. Бориков в свой 50-й матч отличается. Мороз один из лидеров. То есть на их фоне и наши ребята должны расти. Ну, они это делают, да? Согласен. Следующий матч в Питерске и СКА. Там соперник уже посерьезнее. Что будет в этой игре? Ну, я думаю, будет интересная игра. Мы ее ждем. Субтитры создавал DimaTorzok